Всем привет, наши друзья, наши подписчики! Всех вас приветствую! Теперь могу сменно сказать из Доминиканы, отель Рио Палас Пунта Кана. Находимся у нас сегодня официальный первый день пребывания. Погода у нас отличная, плюс 30 градусов. Вода в океане плюс 28 градусов. Пляж шикарный, водорослей нет совсем. Сейчас вам покажу еще раз пляж, и потом мы с вами пойдем изучать, что же здесь есть в барах на берегу. В общем, давайте все показывать буду. А да, вы узнали, у меня кепка из отеля Дельфин. Мне она нравится, она улетит, мне не жалко. У меня с собой еще есть шляпа, но здесь обязательно нужен головной убор, чтобы не сгореть. Ну, давайте все буду показывать вокруг. Вокруг у нас прямо на пляже песок, смотрите, белый-белый песок. И вот находятся такие бары. Сейчас мы подойдем, посмотрим, какие там напитки. Здесь у нас на нашей пляжной линии нет зонтиков, но отлично укрывают пальмы. Пойдемте вам сейчас покажу еще раз пляж. Покажу, сколько водорослей, есть ли они вообще. Лежаков хватает всем, абсолютно всем. Всем хватает места в тенечке. И вот, смотрите, я вам уже показывала в предыдущих видео, показываю сейчас, которые бы интересуют водоросли. Водоросли, конечно, они присутствовали, их убирают. Заход отличный, народ купается. Наш отель находится, у нас, по-моему, большой комплекс, пять отелей. Еще раз повторюсь, мы все с вами будем их смотреть. Здесь для любителей походить огромная пляжная полоса. Можно ходить влево, можно ходить вправо. Можно что хоть, что и делать. И небольшие волны. Мы сегодня уже купались замечательно. Накрыла уже волной. Но это, естественно, вот заход. Заход великолепный. Ну, посмотрели. И пойдемте посмотрим, какие напитки. У нас отель работает по системе, все включено. 24 часа, вроде бы, сервис. Мы вам все поточнее узнаем, все будем рассказывать. Все, что мы видим, все, что происходит с нами, мы вам показываем в режиме, как говорится, почти онлайн. Сначала нужно помыть ноги. Ох, я мать. Так, пойдем в бар. Смотрите, кто не хочет находиться... Ой, арбузы несут. Так, там мы разобрались. Будучи полотенца. Пойдем, наверное, сюда. Так, мы вам в предыдущем видео показывали. Мы все время будем теперь показывать вам территорию отеля. Так как мы здесь будем находиться 10 дней. И вот, смотрите, потом и здесь полежим. Смотрите, как классно. Лежишь на лежаках, на вертолете-экскурсии. И вот тебе бар, пожалуйста, можно из воды не выходить. Так, ну что, и здесь. Что тут наливают? Что тут хорошего? Мохито я вижу, пиво вижу, соки. Смотрите, солнце, идет дождь. Смотрите, во! Дождь, смотрите. Невероятно, ни одной тучи. Вот это Доминикана. Да? Все. То идет, то не идет. То, знаете, так освежает. Не Лена, подруга моя. Посоветовала попить какой-нибудь коктейль. Кока называется. Мы сейчас с вами пойдем его смотреть. Мы решили зайти в этот бар, который находится в воде. Не хочется там сидеть, находиться. Будем здесь, в воде. Ой, красота. Музыка. О! Хеллоу! А я хочу коктейль, чтобы гуд коктейль. Кока? Гуд коктейль. Гуд коктейль. Не знаю. Я хочу коктейль, чтобы мне сделали. А это все фри, да? Вот эти вот. Сейчас у него спрашиваю. Вон тут, по-моему, Рома. Это как называется? А как называется? Майами бай. Майами бай? Это с Ромом. А есть это трубочка? Милк. Есть Милк. Милк и Ром. Есть? Давай. А это как Ленка говорила. Кока? Я не знаю. А есть трубочки? Да, перебить трубочку надо. А вот это можно все? Ну, включено, да? Кампари, да? Вот это все. Кампари, Смирнов, Мартиния. Ром. Ром, да? Ром. 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 Сейчас мы с вами попробуем. Какой-то мне писали черный здесь. Прикольно. Мохито есть. Так, пробуем коктейль. Не, не понравился этот коктейль. Говорит, помешать. Не. А, не, ну вроде... Вроде ничего. Помешал мне. Сейчас я хочу спросить, как называют. Дочи замуч. Кока-лука, мне Лена говорит. Попробуй этот коктейль. Из Москвы вещает. В общем, сейчас я все. Парню сказала, что вот этот мне не понравился. Будем пробовать другой. Так, а вообще тут... Я вообще не любитель коктейлей. Ну, все пробую ради вас. Чтобы оценить. Вот он мне сделал. Что-то молочное. Шампанское сколько угодно. Ну, бренди, я вам уже сказала. Кампари. Еще вот этот лепетер известный. Сейчас посмотрим. Ох. Вот. Вот это вот, наверное. Все. Спасибо. Сейчас буду пробовать. В общем, коктейль мы с вами попробовали. Ну, знаете, приятный, но 100% ну, вон они, по глоточку сделали. Ну, как сказать, 50 на 50. Если было бы очень вкусно, я бы, конечно, выпила. Кукуруза жареная. Кто хочет перекусить? Не скажи, что это все включено. Ну, как мне, давайте ананас. Ананас в тарелочку. Вот так вот. Спасибо. Спасибо. Орешки. А вот игра началась какая-то. А, это боча. Боча. Игра в бочу. Надо было попробовать, мы умеем. Пробуем арбуз. Ой, арбуз говорю. Ананас. Паша за добавкой. Арбузы и манго. Вкуснятина. Чтобы вот так не тупить у стойки, нужно прочитать коктейли. Спинаколада с Ромом. Доктор Фанк с Ромом. Мариачи. Дайкири. Маргарита. Тропикал Пинк Ми. Бай-тай. Аперитивы. Виски. Все, что включено. Брэнди. Ром. Водка. Текила. Даже так у слова не знаю. Пепси безалкогольные все. Двикеры. Видите, различные. Так, давайте, что про Лонгдумер. Водка. Лемон. Лумумба. А, Лумумба, наверное, попробовать. Лумумба, она имела в виду коктейль. Сейчас мы возьмем Лумумба попробовать. Лонгдринг. Лумумба. В бренде шоколадный шейк. Сейчас прошу. Надо все попробовать, раз мы здесь. Лумумба. Шампанское. Шампанское сейчас попробуем, да? Шампанское. А можно Лумумба, коктейль? Лумумба? Да. И шампанское. Мне сейчас, походу, там гроток, там гроток. Держите меня, семеро будет после обеда. Не, ну мне просто то, что советовали. Я хочу попробовать. Мохито, Лумумба. А шампанское это уже самый последний момент. Буду пробовать. Шампанское ты можешь и дома, да, попробовать? Да. Хочу сейчас попробовать. Как он не будет делать коктейль? Может быть, этот коктейль понравится? А он туда ушел. Голд кипит. В общем, много чего выпить. Вы видели? Так, ну давайте. Может быть, странно, что здесь нет трубочек, да? Вот. Вот это, да? Лумумба. Спасибо. Вот такой коктейль. Мы сейчас будем с вами пробовать. И потом я скажу, вкусный он или нет. Как шампанское? Шампанское обалденно. Вкусное, да? Манго обалденно. Я отстану и еду. Фен остаётся, ребят. Будьте аккуратны в своих желаниях. Домой, домой. Ну что, давайте попробуем. Умумба. В общем, это чувствуется ром. С шоколадом. Ну, как сказать. Я такой тоже не люблю. В поисках идеального... Слышь, в поисках идеального коктейля я здесь нахожусь. На, попробуй. Не-не-не. Ну, просто готов. Не. Ну, может быть, кому-то вкусный. Короче, мне тоже не годится. Переводчица коктейлей сегодня. Пойду попробую шампанское. В общем, третий заход. Шампанское. Хотела попробовать... Сказала шампанское, но не уточнила цвет. Ну, сухое. Не, тоже приятное. Коктейль вообще я не питок коктейлей. Все делаю ради вас. Ради вас пробую все. Но то, что я выпила сегодня, ну, глоток белого, назовем так, глоток коричневого, мне не понравится. Не, есть любители коктейлей? Есть любители висок? Ну, мы больше любители шампанского. Что тут говорить? Я даже мартини не люблю. Для меня это очень тяжелое. А Лена мартини любит, а я нет. Ладно, попробуем. Вкусное шампанское. Ну, здесь очень вкусные, конечно, фрукты. Такой вкус необычный, да, у арбузов? Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Мы вам будем показывать территорию, сказали Оксана с Леной. И просидели 10 дней в баре. И получается, что шампанское вкусное, арбузы вкусные. Вот вам весь и обзор. Музыка веселая, танцы хорошие, поэтому, короче, нам здесь нравится. Ладно, шутки шутками. Сейчас пойдем с вами. Я вот едится бочкой пропустила, бочу очень люблю играть. Ну, ладно, завтра наверстаем. Сейчас мы с вами пойдем купаться в океане. Смотрите, боча закончилась. А, нет, боча продолжается. Уже игра в дартс началась. То есть на пляже. Отель не такой большой, как вот Лена говорила, Руи Репаблика. И в связи с этим здесь компактно. Не надо блудить, много ходить. Ну, пойдем по другим отелям. Но я просто хочу сказать, что здесь хорошо. Все для отдыха. Ну, такая компактная территория, хорошая. В общем, рубрика «Самые лучшие комментарии». Я Лене прочитала свой комментарий, который... Я сейчас просто вот смеялась. А Лена... Карина, 515. Оксана кричит «негрус». Молодой человек. Он ничего не понял, убежал. Короче, при этом все не начинается. Говорит, как можно приехать в Доминикану, говорить со всеми по-русски и думать, что они вас поймут. Они реально понимают. Они реально понимают. Да, потому что не то, что они русские понимают. Они понимают жесты, то, что там показываешь куда-то и еще что-то. Ну, я, говорит, она не поняла. Мы еще удивились, что мы отвечаем. Что это он, кто-то побежал. Не-не, все, нас понимают везде. Язык жестов никто не... Язык жестов... Они сказали «Оля» — это «Приветствия» по-испански. Они здесь... Кстати, кто думает, что они здесь по-английски, говорят, они все на испанском говорят. «Оля» — это «Привет». По-моему, «Грация, спасибо». «Грация, спасибо». И не, я знаю. Точно, спасибо. Точно, мы же выясняли уже за завтраком. У нас есть переводчик, кстати, офлайн. Они все говорят, я им говорю «Спасибо». Они мне тоже «Спасибо» повторяют. Ну, да. Ну, зачем мне напрягаться учиться испански, когда они все понимают по-русски? Нет, сейчас подогу. Какие фигурки из дерева. Амулеты, Лен, тебе нужны? Нет. Спасибо. Гуд, хорошие. Все, может... Я красивая, да? Я красивая. Я красивая. Видишь, а вы говорите, не понимает. Я очень красивая. Спасибо. Вот, я очень красивая. Мама миа. С ума сойти от красоты такой. А вы говорите. Испанский учить мне. Пусть они учат русский. Они даже кокосы носят, разбивают. Надо узнать потом, сколько стоит кокос. Один песо стоит рубль 34. Правильно я поняла? Если считать, один песо – рубль 34. Это один доллар. Вот, вот, вот эти раз, раз, ножом подточил, кокосы зарывал. Но я пока не хочу, но завтра, может, возьму. Зашли мы помыть руки в туалет. Видите? Все украшено. В цветочках. А мы идем на обед. Так, обед у нас происходит в ресторане, смотрите, который находится на берегу океана. Одеваем маски и идем с вами обедать. Сейчас стол. Ну, давай сюда тогда. Не, ну куда? Здесь неудобно. Ура, Доминикана. Самый лучший из the best. Так, куда нам присесть? Вот сюда, может быть? Спасибо. Давай сюда. Спасибо. Спасибо, дорогие наши, за гостеприимство ваше. Ой, о боже. Вот он, рай на земле. Фрукты. Смотрите, какое количество. Манго, ананас, арбуз, гуава, бананы, дыни, арбуз, папайя. Это тайский джекфрут, по-моему, называют. Маракуйя, ананас. Сладости. Как же без сладостей. Сладости тоже много. Ну, не как в Турции сладости. Ну, здесь зато столько фруктов, что просто можно с ума сойти. На обед есть суп с гренками. Вегетарианский суп. Я не буду его открывать. И смотрите. Пицца Маргарита. Видите, сколько видов пиццы. Макароны. Это любители там гамбургер, чизбургер. Как это называется. С этими добавочками. Сейчас мы с вами... Кроме фруктов, кстати, ничего не хочется кушать. Очень вкусный вот этот хамон. Просто во рту тает. Какие-то соусы. Яйца. Это хлеб. Нет, это колбаса, скорее всего. Гусербродики. Сыр. Макароны. Различные салаты. Салатов очень большой. Возьмите соусы. Здесь это национальное испанское блюдо. Мы, когда в Испании отдыхали, его готовили с креветками, с мидиями. Ну, в принципе, все понятно. Кабачки с начинкой, помидоры. Это мясо написано. Ну, я так понимаю. Ну, не знаю, что за мясо. Врать не буду. Курица. Соусы. Соусы. Мексиканская еда написано. Это, наверное, свининка, похоже. Может, я ошибаюсь. Рис, картошка. Кушеные овощи. Все есть. Так. Это вот. Это тоже мексиканская еда, мне кажется. Потому что мы в Мексике такие лепешки ели. Различные соусы. Рулетики. Пита. Ну, и вот такие вот роллы с начинкой. Манго. Не знаю. Неужели наступит такой момент, когда я скажу, что я больше не хочу манго? Мне даже не верится. Дыня. Дыня. Вот это вот. Забыла, как называется, тайский фрукт. Конечно же, не обойдемся без маракуйя. Самую толстенькую возьмем. И, конечно же, мы идем за папайей. Папайя очень полезна. Очень. Ну, и до вершиня всего возьмем арбузиков. Ну, и ладно. Уж была не была и ананасиков. Вот. Вот такой должен быть обед у меня каждый день. И, смотрите, есть мороженое. Ну, видите, разное. Персиковое, лимонное, банановое. И к мороженому вот такие добавочки. То есть, кто что хочет. Так. И вообще никогда очереди нет. Все. Ну, и что это еще? Чипсы. Ну, это же совсем кто хочет. Просто посеять подольше чипсы. Ну, в общем, наверное, я все-таки возьму еще супчик. Это испанское блюдо. Парынь, она как правильно называется. Кусочек сыра. Авокадо. Это уже мидия шва. Это уже обратно. В составе. И, конечно же, фрукты. Фрукты. И попробовать супчик вот такой вот. В общем, друзья, можете мне по поводу кепки не писать? Потому что, так как мы кушаем на улице, то в кепке это не главное здание ресторана. Виней, не ресторан в главном здании. Здесь можно кушать хоть в кепке, хоть без кепки. Да, прически, естественно, нет и не ожидается. Хочу еще раз вот это вот. Я не могу. Как я люблю папаева. Она настолько зрелая, что она просто тает в арку. Просто тает. Бесподобно. Вот. И вот этот фрукт, вот этот тайский, как свекла. Ну, я всегда считаю, что он безвкусный. Как его называют? Драгон. Ну, есть в нем что-то такое необычное. Но я хочу сказать, что когда фрукты спелые, они просто необыкновенные. Ладно? В общем, обед, я так думаю, мы вам показали. Все понятно. Мы обедаем. И у нас еще встреча с гидом ожидается. В общем, друзья, отлично мы пообедали. Просто шикарно. Идем с Леной, смеемся в ресторане. Полностью в трусах, да. Да, в купальниках, но в маске стоят. Обед, конечно, замечательный. С фруктами, конечно, даже мы немножко перебрали. Мы перебрали, только с фруктами. Вот, смотрите, в бассейне народ, видишь? Ну, друзья, сейчас такое пекло. Мы еще, хотя столько ездим, мы не подготовились настолько, чтобы в обед лежать. Нет, это вредно очень для кожи. И поэтому мы идем сейчас в номер, переодеться, подготовиться к встрече с гидом, смонтировать для вас видео, чтобы вы посмотрели. И потом пойдем гулять вдоль территории. Почему вдоль территории? Пойдем в соседний отель. В соседний отель пойдем снимем для вас. Ну, все, друзья, на этом я заканчиваю это видео с обедом, с пляжем, с напитками. Все мы с вами попробовали. И напиток своей мечты продолжает оставаться. Шампанское на первом месте. Но мы будем с вами сегодня пробовать маму Хуану. Потому что Ленок, она контролирует из Москвы. И каждое наше движение. Она говорит, шампанское будете пить. Мама Хуану, это, которую она вам привезет? Нет, она говорит, здесь совсем другая. А она откуда ее взяла? А это для туристов продается в магазине. А тут они наливают с прекрасным ромом. Она говорит, шампанское будете пить дома. А здесь попробуйте ром. Он очень вкусный. Особенно его наливают вкусные в лобби-баре с коктейлями. Смотрите, как стригут. Ой, жарко. Все, друзья, до встречи. Если вам понравилось видео, то жду ваши комментарии. Подписывайтесь, не забывайте. Мне будет очень-очень приятно. Все, пока-пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...